Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами поговорим о довольно необычном устройстве для умного дома экосистемы Tuya Smart. Это управляемый по Wi-Fi лазерный проектор звездного неба. Устройство создает неповторимую атмосферную подсветку, а также может использоваться в качестве ночника и гарантированно понравится любому ребенку. Экосистема Tuya Smart поддерживается в Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant. Проектор для туманности, RGB полноцветный. Проектор для звезд, зеленый лазер 515-520 нм класс 2. Беспроводный интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц. Размер 16,2х6,8 см, вес 500 грамм. Поставляется устройство в картонной коробке с цветной полиграфией. На крышке фотография проектора. Указана поддержка системы Amazon Alexa и Google Home. Когда нес коробку домой, слышал, что в ней что-то стучало. Как оказалось, это болтался в своем отсеке кабель, так что ничего страшного. Проектор надежно закреплен в центре коробки. Вот все содержимое коробки. Проектор, кабель питания под USB, блок питания с евровилкой, инструкция и календарик от продавца. Комплектный блок питания имеет мощность в 5 Вт. Использование стандартного USB интерфейса большой плюс, так как проектор можно подключить к любому блоку питания или зарядной станции. До идеала не хватает USB со стороны самого проектора. Тут используется круглый коннектор. Перейдем к проектору. Он имеет круглую форму и чем-то напоминает белый торт. Проектор достаточно компактный и очень легкий. На торце находятся объективы. Лазерный в транспортном положении заклеен, цветной нет. Объектив с выпуклой линзой проецирует туманность лазерной звезды. С другой стороны находится разъем для питания. Мое мнение, что для 5 Вольт нужно использовать более стандартные виды разъема в идеале USB Type-C. Проектор имеет три положения, в которых объективы направлены либо на противоположную стену, либо на потолок, прямо и под углом. Для этого на его торцевой части имеются четыре ножки. Таким образом очень просто обеспечивается смена угла в зависимости от того, где вы хотите разместить проектор. Вот оба объектива в боевом положении и готовы к работе. Пора переходить к испытаниям. На боковой части по центру находится кнопка. Она единственный физический элемент управления. Нажатие на нее включает проектор. Последующее нажатие переключают режимы работы и в конце концов выключают проектор. Хотя лучше всего проектор использовать в темноте, но и при дневном свете он достаточно яркий. И конечно же эффект, когда светло совершенно другой. Включается проектор в режиме полноцветной туманности. Звезды всегда зеленые. При этом картинка вращается. Нажатие на кнопку переключают в режиме отдельных цветов. Синего, красного и зеленого. Затем снова полноцветный режим. После него звезды и затем проектор отключается. Для синхронизации с приложением Tuya Smart необходимо зажать боковую кнопку, пока не начнет мерцать диод на ней. Запускаем приложение. Переходим в режим добавления новых устройств. Автоматическое сканирование. Смартфон должен быть в сети 2.4 ГГц в этот момент. Вводим пароль от своей Wi-Fi сети. Ждем некоторое время и проектор появляется в списке устройств. У него есть свой плагин. Запустим его и посмотрим на его возможности. Плагин имеет три вкладки. Кнопки внизу. Включение планировщики и обратный отсчет. Общие для всех. На первой вкладке регулировка яркости лазера и скорости вращения изображения. На второй ползунке отвечающие за насыщенность и яркость цветной проекции. Сверху переключатель, который может ее отключить, оставив лишь лазер. Третья сцены, где происходит смена цветов. Круговой ползунок на второй вкладке позволяет выбрать цветовую гамму туманности. Хотя физически там есть всего три цвета. Синий, красный и зеленый. Путем их смешивания можно получить любой другой. А в сценах можно задать последовательность меняющихся цветов, скорость и тип их отображения. Планировщик же позволит задать расписание включения и выключения проектора, а обратный отсчет выключит его через заданный промежуток времени. Это будет удобно при использовании в детских комнатах. Проектор может участвовать в автоматизациях системы Tuya Smart и предлагает 7 вариантов действия, начиная с базового включения и выключения. Можно переключить в один из четырех режимов, только лазер или туманность, сцена или музыкальный режим. Как работает музыкальный режим это вопрос, мне кажется это задел на будущее. Далее идет регулировка яркости и таймер. Скорость мотора от полностью неподвижного до довольно быстрого покажу чуть дальше как. Управление лазером и проектором туманности, при желании можно оставить себе что-то одно. В Google Home проектор пробрасывается через аккаунт Tuya Smart как обычная цветная лампочка. Поддерживается включение, выключение, установка яркости и цвета. Это касается конечно проекции туманности, управления лазером нет. Голосовое управление аналогично любой цветной лампочке. Также и в Home Assistant. Проектор пробрасывается как лампочка через штатную интеграцию Tuya Smart, напомню что работает она через облако. Новое устройство появляется в домене light, имя довольно заковыристое. Иконку в виде проектора я поставил самостоятельно прямо в этом диалоге. Тут есть только две опции включение и выключение и яркость. Управление цветом не появляется. Полноцветный режим. Вращение происходит на максимальной скорости. У некоторых может и голова закружиться. А это примеры различных цветовых оттенков, которые достигаются путем смешивания трех стандартных цветов. Как видите это довольно необычное устройство и основное его предназначение это создание атмосферной подсветки, которая будет поднимать вам настроение. Также очень хорошо использовать его в детских комнатах в качестве ночника. Там же пригодится опция обратного отсчета для отключения. Собственно именно так в детскую комнату я его и применил. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома можно найти в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok